Привет! Это канал I Like Pet. Я Таня. Большие и маленькие, спокойные, активные, смелые и дружелюбные. Каких только собак не бывает. И все они разные, но есть манеры, которые присущи абсолютно всем лающим. В этом выпуске мы попробуем расшифровать самые интересные особенности поведения собак. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Почему собака наклоняет голову то в одну сторону, то в другую, когда вы разговариваете с ней? С чем связано то, что периодически питомец во сне скулит и дергается? Как объяснить то, что иногда собака ни с того ни с сего начинает рычать на одного из членов семьи? Давайте попробуем расшифровать самые распространенные и необычные особенности собачьего поведения. Особенность номер один. Собака ни с того ни с сего рычит на члена семьи, хотя до этого хорошо с ним общалась и даже дружила. На самом деле это только нам кажется, что причин для беспокойства у животного нет. А вот лающий друг считает иначе. Как правило, собака среди всех членов семьи выбирает себе одного главного хозяина. В большинстве случаев это человек, который кормит питомца и гуляет с ним. Собаки очень ревнивые существа. Так, к примеру, если пес выбрал себе в хозяйке женщину, то ко всем мужчинам, которые ее окружают, он будет относиться настороженно. На некоторых может даже рычать. Точно такая же ситуация с собакой женского пола и хозяина мужского. Лающие проявляют агрессию из-за ревности. Они боятся, что человек одного с ними пола полностью завладеет вниманием их хозяина. Особенность номер два. Когда вы разговариваете с собакой, она сосредоточенно смотрит на вас, двигает ушами, наклоняет голову то вправо, то влево. Кажется, что питомец всеми силами пытается понять вашу речь. В последнем утверждении есть доля истины. Такое поведение свидетельствует о том, что собака действительно пытается понять человека. Только это касается не слов, которые он говорит, о звуковых сигналов. Двигая головой, питомец настраивает свои уши на прием звука, чтобы слышать хозяина лучше. Да, смысла слов он не различает, но сигналов, которые он считывает, хватает, чтобы понять, хвалит его человек или ругает. Особенность номер три. Собака спит на спине. Если вы заметили такую особенность поведения вашего питомца, вас можно поздравить. Ваша собака полностью доверяет вам. С открытым животом решается спать только лающие, которые чувствуют себя в полной безопасности. Четвертая особенность также связана со сном питомца. Ваша собака скулит и дергается во сне, значит, в данный момент она крепко спит. Учеными из Университета Британской Колумбии было установлено, что у собак и у людей есть разные фазы сна. Одна из них носит название глубокой. Именно во время нее лающим снятся сны, а мышцы животного могут приходить в движение в зависимости от того, что питомец видит. Так что предположение о том, что собака во сне дергает лапами, потому что ей снится, что она бежит, верно. Пятая особенность, или почему собаки, даже будучи сытыми, посягают на еду другого питомца. Многим владельцам домашних животных знакома следующая ситуация. Хозяин кормит кошку, а собака, видя это, пытается отобрать у нее еду. При этом собаку уже покормили. Почему так происходит? Во-первых, всем собакам свойственна зависть, пища другого животного. Во-вторых, таким образом собаки демонстрируют свою власть. Лающие считают, что те, кто отбирает еду, доминируют, в отличие от тех, кто ее отдает. Какие же собаки интересные животные? Надеюсь, перечисленные особенности, а самая главная их расшифровка помогут вам лучше понимать своих лающих питомцев. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok